Всем привет! Друзья мои, всех приветствую на канале MyChoose. Давайте побеседуем. Сегодня я вас познакомлю с двумя интересными моделями наушников от компании EPZ. Одна из них действительно интересная. Буду рекомендовать к рассмотрению, к покупке. Могу смело рекомендовать. Хорошая модель, удачная получилась. Просто у меня так мысли попутно возникли. Наблюдаю за рынком, наблюдаю за пользователями. Все-таки у меня много общения. Группа в Telegram. Есть другие группы в Telegram, где люди общаются. Есть комментарии под видео. Так вот, просто погряз сегодня немножко в размышлениях, когда составлял конспект, набрасывал. На канале Чернову Эйва у меня был недавно обзор на Odyssey LCD 3. Планарные наушники, но не дешевые, известные, которые мне не понравились. Я там объяснил, что почему. Весьма, я думаю, достойный обзор. Я такой думал, сделаю его. И было такое опасение, но всегда хочется хорошо рассказывать. Хорошо о хорошем. А когда вот такие есть именитые бренды, модели, расхваленные и так далее, а у тебя, например, впечатление не совпадает, ты рассказываешь, и ты понимаешь, что вроде спокойно рассказал, и негатива вроде бы не негативил, но и позитива мало нес. И я такой, ну, есть внутреннее такое волнение. Ну, не люблю спорить. Ну, короче, не конфликтный я человек. Понимал, что в комментариях сейчас налетят, возможно, люди, защищая модель по Odyssey. И нет. Можно сказать, что нет вообще, опасений моих не оправдалось. Все лайтово, все спокойно, очень даже благостно. Ну, 2-3 отзыва таких нейтральных. Ну, кто-то, ну, не согласился человек. Непонятно, там даже аргументы, типа, считаются лучшие наушники, одни из лучших наушников в мире, а тебе не понравилось. Ну, такого плана. Ну, не совсем, как бы, аргумент. Ну, довольно-таки грамотно там обзор я все-таки выстроил, да. Так вот, для меня было некой неожиданностью, когда я сделал шорт на беспроводные наушники от компании FIO FW5. Там я не ожидал. Я просто их бегло послушал. Вот именно бегло. Это был не анализ, это был не обзор. Абсолютно. Вот, просто сел, послушал там 20 минут. Их прогнал там по локальным файлам, по стримингу. Послушал, понял, что, ну, дрянь наушники, как по мне. Ну, ничего там интересного. Там просто увидят цену, и такое, у меня просто внутреннее возмущение было. Такое, блин, ну, какого фига? Ну, действительно, ну, в нашей стране, в Украине, посмотрел в магазине, там, по-моему, 7,5 или 7,4 стоили. Довольно-таки дорого. А с учетом звука того, который я там нашел, я думаю, это елки-палки. За 7,5 косарей можно такой, блин, источник себе забецать. Просто офигенный портатив. Просто, ну, просто бомбочку, такую конфету сделать. Ну, вот. И вот это внутреннее такое было. Я записал шорт, ну, сказал, что очень слабо. И там комментарии такие были, ну, несколько бомболейка пошла. Типа, да они классные, да они классные, да они детальные, да они классные, да они детальные. И вот прямо несколько повторяющихся таких аргументов, что типа, то они классные, то они детальные, то мне нравятся, они детальные. Вот сегодня я готовил обзор на ЕПЗшки, послушал вот S350T и думал, блин, ну классная игра, ну классно. Одна динамо стоит, все легко и просто. Со своими там проблемами я сейчас расскажу. Но тем не менее, ну вообще, слушаешь, отторжения никакого, противоречий особых не слышишь, компромиссы слышишь, но нет такого, чтобы отторгало, как, например, мне показалось, есть в FW5. Я еще выразил мысль такую, что FW3 на чистой динаме должны быть поинтереснее, чем пятерки, потому что там просто не будет арматуры, которая не будет шелестеть, звенеть со своим гадостным, неправильным тембральным звуком. Вот, это я предположил. Если кто-то есть пользователь или кто сравнивал пятерку с тройкой, подскажите, напишите в комментариях, это просто действительно реально интересно. А полноценный обзор на FW5 будет на канале Мальчус, Володя сделает. Я думаю, до конца мая мы успеем. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, я думаю, подискутируем по этой теме. Так вот, я затягиваю старт, но мне не хочется просто сделать сухой обзор. Мне хочется достучаться хотя бы к кому-то. С каждого обзора отнести какую-то полезную информацию, пищу для ума, для размышлений. Чтобы вы анализировали, что вы покупаете, что вы слушаете, от кого вы слушаете рекомендации. Потому что у меня такое впечатление, что я вообще себе, знаешь, написал дебилизация населения дешевыми арматурами и планарами. Друзья мои, как бы там ни было, никогда не вступайте на путь аудио сразу с наушниками, которые содержат излучатели арматурного типа и планарных наушников. Ну, крайне рисковый шаг. Это как сразу научиться неправильно ходить. Потом ты их исправишь это дело, понимаешь? Поэтому начинайте всегда с динамо. И чем проще, тем лучше с вкладышей каких-то. Чтобы понять, что такое правильная природа звука. Это моя такая искренняя, дружеская рекомендация. Такое ощущение, что чем сложнее, тем хуже это все делается. И мне вспомнился еще Макс Кривонос. Его наушников на канале Майчус обзоров не было. А на Эйви были. В Викторе он делает оксиджены. Ну и прочие разные наушники делает на излучателе Хейла. Так вот, у нас как-то была беседа, когда он сказал, Саня говорит, я при тюнинге своих наушников ходили в студию, записывали звук битого стекла, били там стаканы, записывали. Потом я воспроизводил эту запись в своих наушниках и понимал, насколько мне удалось приблизиться или хотя бы примерно повторить достоверность тембров от бьющегося стекла. Был упор, например, на такое явление, как бьющееся стекло. Я думаю, а как производители другие, заморачиваются ли они вообще достоверностью тембров? Прежде чем втюхивать, вот именно втюхивать население, вот это, типа, это детально. Это, ну, на самом деле, я говорю, когда я слышу, когда люди описывают, что они классные, они детальные, это значит, что человек вообще в жизни ничего путевого не слышал. Что такое детальность? Вот это шипящие, звенящие звуки арматуры, короткие такие, которые не масштабируются, которые не имеют протяженности, не имеют оттенков, не имеют полифонических оттенков в каждом звуке. Понимаете, вы услышите, что я говорю, и вот это все относится к FW5. Может, я там ошибаюсь, может, они там разыграются, станет чуть получше, но это касается очень большого количества наушников на рынке гибридных, ну, или там просто арматурных. Поэтому вот это стоит знать, мне кажется, они там просто снимают АЧХ, ну, сняли, попали в полку какую-то завалу 8 кГц, в ад, улетело АЧХ, хватит, чтобы у них там не было проблем и не высвязывало вообще барабанную перепонку. Ну, как-то так. Поэтому сегодня EPZ две модели, S350T и S350T PRO. Первые, которые проще, которые дешевле, цены актуальны, узнаете по ссылкам в описании. Которые проще, они построены на одном 6-миллиметровом излучателе. Я конспект возьму, скажу характеристики и в чем разница между наушниками. Начнем с более бюджетной модели, которая мне понравилась больше. 6-миллиметровый драйвер, микрофон от Noulis установлен, титановое напыление на композитном диффузоре и N52 магнит. Кстати, вот титановое напыление, у меня уже есть предвзятое отношение, в хорошем смысле слова, что я долгое время, несколько лет использовал свои наушники. Корпуса SMABAT, вкладыши и какие-то сторонние динамики именно с титановым напылением на центральном колпачке. Это для меня был просто микрометр. Я понимал, какое я преимущество имею над другими блогерами, тестируя свое оборудование. Это такой микрометр был, это просто бомба. Но они умерли, теперь пытаюсь найти замену. И там именно было титановое напыление, ну класс. Я очень люблю звук, где титан задействуется. Мне это больше нравится, например, чем тот же Берилли, скажем так. Поэтому здесь вот тоже 6-мм драйвер с титановым напылением. Bluetooth используется у нас 5.2, чип Qualcomm 3040, если кому-то это важно. Что стоит отметить, это 20 метров дальность соединения, кодеки APTX Adaptive и AAC. Влагозащита есть IPX7. Мне это о ней о чем не говорит, но оно есть. По S350T Pro заявлено 7 часов автономной работы. Подчеркиваю, 7 часов. В то время как у модели попроще, 350T. 11 часов. Аргумент в пользу более дешевой модели. И расстояние соединения, если я сказал, у младшей модели 20 метров, то здесь заявлено 10 метров. Вот такие вот нюансы я хочу отметить. Что по звуку? Что по звуку у нас? Я написал темные. Это я сейчас рассказываю о модели S350T, младшей. Которая мне понравилась. Действительно, она мне понравилась. Я написал темные. Несколько вальяжные. Есть некоторая такая вязкость звука. Медленные. Вальяжные, медленные. Вот есть, да, такое. Укорочений нет таких явных. Притемненность этого звука. Несколько замыленность небольшая. Вот оно ощущение такое теплого, комфортного. Такое несколько кисельного поведения звука. Но это неплохо. Это неплохо. Это не сказать, что они приторможены и не отыгрывают быстрый жанр. Все там в принципе неплохо. Но такой вот почерк наблюдается. Комфортный. Просто подведя итог, хочу сказать, что комфортный. Как Q1. Если кто-то знаком с обзором или лично слышал модель Q1 от EPZ. Они такие тоже. Они детали есть, но не темные. Вот. Вот так можно. То есть они прозрачные, но не темные. Так же и здесь. Достаточно высокая прозрачность. Но такой темнота. Несколько раздутые низкие частоты. Немножко, несмотря на 6-мм излучатель. Но как-то получилось им акустически оформить, чтобы получить такой почерк звука. Красивые, эргономичные. Хочу просто попутно сказать в перемешку с описанием звука. Еще Q1 я вспоминаю. Это первые наушники, наверное, такие из акрила, которые мне попались. И прям, ну, чистая анатомичная форма. Прекрасно сидят в ушах. То же самое касается обеих сегодняшних моделей. Просто класс. Фейсплейты. Настолько так в 3D рисунке сделаны. Есть разные цвета. Есть разные текстуры. Можете посмотреть на странице товара. Класс. Ну, красиво. Очень красиво. Эстетично. Аккуратно сядут как в крупное ухо, так и в мелкое. Потому что все эти изгибы анатомически сделаны просто бомбовски. Тут большой-большой плюс. По звуку, как я сказал, младшая модель отличается вот такой вот телесной, мягкой, мелодичной, притемненной подачей. Комфортной. Будут такие прямо всеядные. Сохраняя при этом достаточную прозрачность. Неплохой динамический диапазон. Целостность композиции весьма. А как для беспроводных наушников весьма неплоха целостность композиции. Целостность картины. Неплохой объем. Вот прямо все на достойно хорошем уровне. Вот наушники включаешь и погружаешься. Можешь их фоном слушать. Без проблем. Как будто фоновое радио тебе звучит. Хочешь добавить громкости и увлечься, ты увлечешься. Они затрагивают. Они имеют такую вот энергию, микродинамика в них есть, которая цепляет. Вот цепляющие там ноты есть. И поэтому классно. Наушники S350T вполне себе заслуживают похвалы и рекомендации к покупке. Что еще сказать, даже не знаю. Но все очень хорошо. Нет каких-то явных таких завалов, перекосов. Все тембрально, как я сказал, очень хорошо. А это для меня всегда важно. Натуральные инструменты должны отыгрываться натурально. Чего я не могу сказать о модели S350T PRO. Как я сказал. Во-первых, расстояние они держат меньше, но заявленное. Может быть по факту будет одинаково, но цифры ниже. 7 часов автономной работы, а не 11. Вот. Там расположен какой-то установлен к аксиальной конструкции динамик. Который, у меня такое впечатление, что одним динамиком перекрыли другой. Из-за этого получилось глуше. Я написал глухо, расфокусировано. Уровень громкости приходится делать выше, чтобы основной динамик прокричал вот этот барьер из дальше расположенного другого излучателя. Динамический диапазон ниже. Из-за этого шумно. То есть, динамический диапазон не ощущается. Из-за этого ты делаешь громче, громче, громче. И уже какой-то шум, как в кашу погружаешься ты. Шумно, вата, короче. Вот так вот я записал себе в конспекте. Поэтому, больше особо я не хочу останавливаться на модели Pro. Приставка Pro вроде завлекает. Стоимость дороже. Кажется, что должно быть лучше. На самом деле, нет. Это совершенно не так. Pro версию считаю неудачной. Абсолютно не цепляет. Целостности картины нет. Динамический диапазон слабый, как я сказал. Звуки все отдельно. Ну, в общем, композиция не складывается. Чего не скажешь о младшей модели S350T, которую я вполне себе одобряю. Которую рекомендую к покупке. И она проста. А чем проще, тем лучше. Один излучатель справляется с поставленными задачами очень и очень хорошо. С оглядкой на то, что это беспроводная гарнитура на кодеке APTX Adaptive. Надеюсь, некоторые мысли мои были полезны. И заставят вас переосмыслить некоторые взгляды на аудиоиндустрию, на рынок. Всем благодарен за лайки, подписки, комментарии. Оставайтесь с нами на Майчус. И до новых встреч. Всех благ. Пока.